Это будет безопасно. Это будет безопаснее, чем сходить в магазин. ЦИК Республики поставил перед собой амбициозную задачу – сделать избирательные участки самыми безопасными помещениями в период пандемии. Для этих целей приняты беспрецедентные меры предосторожности – тотальная дезинфекция помещений, выдача одноразовых масок и перчаток избирателям, измерение температуры на входе в участок и даже персональные ручки для каждого избирателя. После этого документы, удостоверяющие личность, демонстрируются члену избирательной комиссии, причем бесконтактным способом. Выдается бюллетень и с этим бюллетенью проходит в кабинку для голосования, которая не имеет передней стенки по нормам Роспотребнадзора. Там происходит голосование, избиратель пропускает этот бюллетень в бурну для голосования и покидает избирательный участок через другой вход. Заранее проголосовать можно будет и на дому. При этом сотрудники избирательных участков вместе с наблюдателями будут использовать специальное оборудование – герметичные сейф-пакеты. Они вешаются на ручку двери, избиратель извлекает оттуда бюллетень, заполняет его и бросает в специальную прозрачную урну. Также введен еще один вид голосования – во дворе. Как пояснил председатель Центра избиркома Республики, такие мобильные участки будут размещены не везде, а только в тех дворах, где есть подходящие помещения, например, большие беседки. Там необходимо разместить и двух членов УИК. Мы должны там предусмотреть возможность размещения наблюдателей. Мы должны предусмотреть возможность, чтобы волонтер был, который измеряет термометрию, обеспечивает для избирателя. Мы должны предусмотреть, чтобы это был ящик для голосования. Там очень много различных ограничений. В целом, в ЦИКе ожидают, что таких участков будет очень немного из-за трудностей их размещения. Чтобы проголосовать заранее, дома или во дворе, нужно написать специальные заявления, как это делалось раньше для голосования на дому. Тем не менее, в ЦИКе заметили – эти правила разработали специально для голосования по поправкам в Конституцию и не относятся к процедуре единого дня голосования. Выборы нового главы Республики пройдут 13 сентября. Выдвижение строго по партийным спискам. Все документы можно будет подать с 19 по 29 июля. Непосредственно предвыборная гонка начнется 15 августа и продлится до Дня тишины – 12 сентября. При этом одна из главных интриг предстоящих выборов – как же будет называться должность нашего нового лидера – наконец раскрыта. На сегодняшний день и на сегодняшний момент вообще не обсуждали данный вопрос. Ни на комитете, ни тем более мы не выносим его на заседание государственного совета, поэтому на сегодняшний день я однозначно могу сказать, мы будем выбирать президента Республики Татарстан. В ЦИКе в очередной раз подчеркнули – здоровье избирателей главный приоритет, и дата единого дня голосования может сдвинуться при резком ухудшении эпидемиологической ситуации. Иван Кузьмин, Максим Малов, телеканал Эфир.